Единственным местом, где дороги чистят быстро и качественно, похоже, осталось село Вятское, которое в очередной раз подтвердило свой статус культурного центра Некрасовского-Заволжья. В начале месяца в историко-культурном комплексе Вятское прошла торжественная презентация свежего выпуска журнала «Угличи поле». Новый номер историко-краеведческого издания полностью посвящен истории села Вятское и его окрестностей. Журнал «Угличи поле» изначально был задуман как литературное поле для публикации краеведческих исследований из истории Углича и его окрестностей. Но в последнее время он заметно вырос, приобрел солидных партнеров и инвесторов и перешел в новое качество. Об этом рассказал гостям Вятского главный редактор журнала Алексей Суслов. Уровень журнала без преувеличения российский. Масштаб пока региональный. Насколько может быть региональной многогранная история нашего общего, единого и неделимого Отечества. 16-й выпуск «Угличи поле», посвященный Некрасовскому заволчью и селу Вятское, представила директор историко-культурного комплекса Елена Анкудинова. Мой журнал состоит из 12 статей, очень разных по своему содержанию, но здесь вот внутри этой небольшой, в принципе, но такой увесистой книжечки, знаете, сколько судей, сколько интереснейших историй. И смею вас уверить, здесь есть маленькие открытия, и вы обязательно, даже если вы очень-очень хорошо знаете все про село Вятское, даже если вы уже много всего прочитали, а мы показываем, рассказываем все про все, что только узнаем сразу же, многие знают об этом, вот здесь вы обязательно найдете что-то новое. На презентации можно было познакомиться с авторами статей, учеными и краеведами, некоторые из которых приехали в Вятское впервые, другие же с весьма необычными подарками. «Благословена ты, жена, и благословен власть чрева твоего, я поспаса родила еси душа нашей». Самым плодовитым автором журнала стала директор музеев Вятского Нина Юрьевна Мальцева. Она сама родилась и выросла на этой земле, и своей созидательной любовью и верой более 10 лет приближала эпоху возрождения Вятского. Первые шаги были сделаны 15 лет назад, когда моему сыну было 10 лет. И все началось с книг, которые хранились в духовных нашей библиотеке. И у мальчика возникли интересы, мне, чтобы ответить на его вопросы, пришлось пойти в библиотеку, в музей-заповедник, в архив. И так возникла тема своей родословной истории, своей семьи. Ну, а следующая тема – это тема авиатской школы, любимой выпускницей, которой я являюсь, так одно за одним. Я всегда, глядя на наши старинные особняки, которые в 90-е годы, к сожалению, пришли в весьма плачевный вид, смотрела и говорила, «Господи, сделай так, чтобы нашелся человек, который купил их и привел в надлежащий вид». И вот, вы знаете, Бог услышал мои молитвы. В нашем селе появился Жаров Олег Алексеевич, благодаря труду которого здесь многое преобразилось. И вот, говорят о личности в истории, я думаю, что это личность в истории нашего села. И то, что сделано, вот мне, я вчера думала о том, что, может быть, я сплю, может быть, не, ущипнуть себя. Вот, так что мечты сбываются. Журнал великолепно иллюстрирован и наполнен изумительными фотографиями известного ярославского мастера Сергея Метелицы. Но лучшей иллюстрацией чудесного воскресения старинного села являются преобразившиеся улицы и обновленные памятники старинной архитектуры. Ой, да ты не стой, не стой, на горе крутой. Ой, да ты не стой, не стой, на горе крутой. Ой, да не спущай весна.